Власть Алматы вдвое увеличили размер единовременной помощи ветеранов. Накануне Дня Победы каждый из них получит больше 1300 долларов. Ранее сообщалось, что ветераны города получат к празднику по 250 тысяч тенге. Акиматы в Казахстане сами определяют размер единовременной денежной выплаты в зависимости от возможности своего бюджета. Дополнительную материальную поддержку к празднику получат и российские ветераны Великой Отечественной войны. Им повысили пенсии в среднем на 9,5 тысяч рублей. Банки второго уровня активизируют реализацию программы автокредитования. Выделен четвертый по счету транш в размере 8 миллиардов тенге. Как отмечают в Банке развития Казахстана, эти деньги будут освоены в кратчайшие сроки, ведь желающих овладеть новым железным конем очень много. Финансирование программы льготного автокредитования увеличено до 42 миллиардов тенге. Банк развития Казахстана, дочерняя структура холдинга «Байтирек», направил в банки второго уровня очередной транш из республиканского бюджета в размере 8 миллиардов тенге. Средства осваивают на револьверной основе, то есть финансы используют повторно по мере погашения ранее выданных займов. Порядок оформления льготного автокредитования таков. Сначала заемщик выбирает автомобиль, затем направляет заявку на получение кредита коммерческому банку, участнику программы. В случае, если заявка одобрена, она поступает в Банк развития на согласование. БРК проверяет заявку на соответствие условий программы и дает ответ в течение трех дней. Благодаря программе льготного автокредитования почти 14 тысяч человек приобрели новые автомобили. 3 мая данные средства получены банками второго уровня. И учитывая, что есть очереди, мы ожидаем, что данные средства будут освоены в самые кратчайшие сроки. Условия программы не изменились. Это номинальная ставка вознаграждения не более 4% годовых срок, не более 7 лет. Стоимость одного автомобиля не более 15 миллионов тенге. И сумма первоначального взноса определяется банками второго уровня самостоятельно. Базахстанцам очень понравилась эта программа, потому что она действительно льготная. Для них это удобно. То есть там первоначальный взнос порядка 10%, переплата небольшая, соответственно, это не сильно бьет по карману. Запустить техпроцесс на предприятии после вынужденной остановки должны были вчера. Но промывка систем после некачественного российского сырья потребовала больше времени, чем ожидалось. Нефть, соответствующий стандартам, в Мызырь поступила накануне. Соответствие подтвердили в лабораториях. Напомним, на некачественное сырье из России на предприятие пожаловались более двух недель назад. Содержание примесей в нем в разы превышало стандарты. Это привело к поломке дорогостоящего оборудования. Была остановлена прокачка по нефтепроводу «Дружба». Убытки из-за поставок некачественного сырья уже установлено, что это произошло умышленно. И еще предстоит подсчитать. Япония безвозмездно передала Армении 40 пожарных машин и 10 вездеходов общей стоимостью 16 миллиардов долларов. Церемония передачи прошла в понедельник в Ереване. В ней приняли участие премьер-министр республики Никол Пашинян и посол Японии в Армении Джун Ямада. В ближайшее время технику передадут частям МЧС в Сюникской, Лариксской и Шаракской областях, где не хватает пожарных машин, а те, что есть, технически устарели. Также МЧС получит 26 пожарных машин от Российско-Армянского гуманитарного центра. Это позволит заменить полностью изживший себя автопарк спасательной службы, заявил глава МЧС Армении. Власти Челябинской области собираются направить порядка 76 миллиардов рублей до 2021 года на реализацию национальных проектов. Область участвует в 52 федеральных проектах, то есть практически во всех. В частности, средства будут потрачены на строительство дорог, больницы, школ. Ранее российский премьер Дмитрий Медведев назвал нацпроект чертежом будущей России. По его словам, перед страной стоят задачи, особенные по масштабу и глубине преобразований. Речь идет о девяти национальных целях, развитии из майского указа президента, а также 12 нацпроектах. Около тысячи кубометров древесины даром. В Гродинской области два лесхоза оказались завязаны в одной мошеннической схеме. Бревна продавали без предоплаты. С момента сделок прошло уже два года, а деньги на счете Сморгонского и Волковысского лесохозов так и не поступили. Ущерб составил почти 60 тысяч рублей. Это заметили во время очередной проверки представители финансовой милиции. Выяснилось, что в обоих случаях решение о продаже принимал главный инженер лесохозов. Оба нарушили биржевой договор, где было четко прописано, что поставки только по предоплате. Специалисты поясняют, одной из причин такого поступка могло стать желание любой ценой выполнить доведенные показатели. Расследование продолжается. Правовая оценка будет дана и действует руководство компании-должника. Действия должностных лиц квалифицированы как превышение власти и служебных полномочий. Максимальный срок наказания предусмотрен по данной статье в виде лишения свободного срока 10 лет с конфискацией имущества. В настоящее время управлением проводится комплекс оперативно-развызных мероприятий, направленных на установление факта бесхозяйственности в лесной отрасли. Генеральный секретарь НАТО Йенс Солтенберг заявил, что выразил свои опасения относительно приобретения и размещения Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400 президентом Турции, США, Таипу, Эрдогану и Дональда Трампу. Солтенберг пояснил, что НАТО хотел бы избежать ситуации, когда союзники по альянсу начинают вводить санкции против друг друга. Эрдоган со своей страны заявил, что считает неприемлемым разжигание споров вокруг покупки комплексов и что Турция будет действовать в соответствии с национальными интересами. Накануне США сообщили о глубокой обеспокоенности в связи с объявленными Турцией планами начать морские буровые работы в районе, которые Республика Кипр считает своей исключительной экономической зоной. По мнению Вашингтона, это может привести к дополнительной напряженности в отношениях Турции с Кипром и Грецией. «Отношения, которые Турция установила с различными странами и регионами, не альтернатива друг другу, они дополняют друг друга. Мы определенно не одобряем возобновление спора по недавним проблемам, таким как ракетные комплексы С-400. Это вопрос признания нашего права на суверенитет». Иран собирается возобновить часть своей ядерной программы, замороженной в рамках совместного всеобъемливающего плана действий. Как сообщает рейтинговое агентство со ссылкой на государственные СМИ Исламской Республики – это ответ Тегерана на возвращение американских санкций. Какие конкретно проекты будут возобновлены, не уточняется. США вышли из соглашения об иракской ядерной программе год назад. Президент Дональд Трамп обвинил Тегеран в нарушении условий так называемой сделки и разработки ядерного оружия. Сообщение о возможном частичном возобновлении ядерной программы появилось на фоне нового обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном. Пентагон заявил о наличии достоверных разведданных о подготовке Ираном нападения на американских военных в Ираке и направил на Ближний Восток авианосную ударную группировку с бомбардировщиками. Финляндия передает Исландии председательство в Арктическом Совете – организации самых северных стран и народов мира. Впервые в своей истории участники не подписали общую декларацию, ограничившись совместными заявлениями министров. По мнению наблюдателей, в Совете нет единства по поводу того, следует ли официально поддерживать борьбу с изменениями климата. Совет был основан в середине 90-х годов по инициативе Канады для защиты природы, полярного региона и его культуры. Права самостоятельных членов Совета имеют несколько организаций коренных народов. Символ Арктического Совета – писец, представитель Исландии, к которой председательство перейдет на следующие два года, призвал коллег делать все для сохранения стабильности в Арктике. Любопытно, что Соединенные Штаты, которые на самых разных официальных уровнях отрицают сам факт изменений климата, в то же самое время ищут выгоду от возможностей, появившейся в Арктике именно благодаря климатическим изменениям. Это и разработка новых месторождений, и новые морские пути. Для небольших стран, составляющих основу Арктического Совета, это значит, что их регион становится ареной соперничества между крупными державами – США, Китаем и Россией. Упразднить национальную школу администрации – самое престижное высшее учебное заведение Франции. Это одна из предложенных Эммануэлем Макроном реформ в ответ на непрекращающиеся социальные протесты. Президент заявил, что система приема на госслужбу будет пересмотрена, чтобы сделать ее более справедливой к выходцам из малообеспеченных слоев населения. Национальная школа администрации была создана после Второй мировой войны президентом Шарлем де Голем, как кузница кадров для госсектора. Энна расположена в Париже, в Страсбурге. Дала Франции двух президентов, в том числе ее окончил нынешний глава государства. Семь премьер-министров, большое число министров, префектов, сенаторов и депутатов национального собрания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова